Если вас интересуют игровые ролики с уклоном в военную тематику, то рекомендую канал Alex Not. Автор занимается гайдами, геймплейными роликами и тактиками прохождения такой игры, как в тылу врага. А в дальнейшем ожидаются и видео по исторической тематике. Поддержим автора подпиской на канал, ссылка находится в описании к ролику. При выполнении полной пасхалки... Опа, суплайдроп, кстати, скинули. И что там? ООО МАЙ ГАД То есть здесь мы получается можем с вами взять всё, что нашей душеньке угодно. Это рай для любого человека, который решил поиграть в зомби. Приветствую. Сегодня мы посмотрим с вами на ещё одну кастомную зомби карту, выполненную в стиле Call of Duty Modern Warfare 3. Была когда-то в мультиплеере в режиме выживания такая отличная и замечательная карта, как Dome. Так вот, отличная карта, для режима выживания возможно не годится, но в мультиплеере это была одна из моих любимых карт, и в общем-то сегодня мы на нее посмотрим, поэтому поднимайте пальцы вверх, не забывайте их ставить и подписываться на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Посмотрим сколько удастся на выживать и увидим финальный результат. Всем приятного просмотра. Что ж, добро пожаловать на карту Dome из Call of Duty Modern Warfare 3, версия 1.1, сделанная PSH и его никнейм в стиме I Has Rebus, но вообще на самом деле очень много человек работало над этой картой, около 100 часов было в сумме на нее потрачено, на которые мы сегодня с вами посмотрим. Итак, если поговорить вкратце об этой карте, сюда было добавлено очень много изменений, более 100 различных видов оружия, 3, если я не ошибаюсь, новых перка, надеюсь я успею на них посмотреть, естественно истер-эк, который я так очень сильно люблю и обожаю всей душой, и естественно концовка, которую можно купить всего лишь за 25 тысяч поинтов, да, в этот раз не 150 тысяч, не 100, не просто 50, а всего 25, это не так уж и много. Кстати, вот этот самый истер-эк, по-моему, Мегуста, можно по нему выстрелить, да, и тебе дадут 250 поинтов. Истер-эк заключается в том, что если вы найдете все 20 вот этих вот картонок с Мегустой на карте, то вам будут выпадать постепенно бонусы, к примеру. У меня тут открыт небольшой списочек, то есть если вы уничтожите 4 плаката, вы получите дополнительный слот для перка. Если вы уничтожите их 5, то вам дадут один бесплатный перк. Так, 10 двойные поинты превращаются в тройные поинты, если вы найдете все 20, то у вас все перки на карте навсегда будут открыты. Но, я не знаю, доживу ли я до этого, конечно, здесь успею ли я найти все эти плакаты, я, конечно, постараюсь. Опа, и мне сразу выпадает АА-12. Да, как видите, оружие... Нифига себе тут бонусы на выпадали уже. Более сотни видов вооружения, из всех Call of Duty, из каких только можно, поэтому зомби-кэш еще 3000 выпало, можно еще тогда купить ящик. А дальше будем пробиваться к Джаггерфанте. Давай, что мне выпадет? М-16-А4. Карта теперь больше выглядит в тропическом стиле. Нет, я, конечно, беру в расчет то, что сейчас на меня еще зомби-блат вот это действует. Я имею в виду в общем плане то, что было показано. Плюсом здесь, если я не ошибаюсь, имеется как раз-таки дополнительная зона, которую я чуть позже покажу, в которой как раз-таки можно и купить эту самую концовку за 25 тысяч. Так, давайте зайдем вот этот дом. Сколько там? Тысяча. Надеюсь, тут все стоит всего лишь тысячу, во всяком случае, это не так уж и много. Ладно, в общем, все стандартно. Реаниматор у нас также здесь присутствует. 5000 поинтов стоит для того, чтобы расчистить путь к реаниматору. Спасибо, но в следующий раз мы пока еще погуляем по этой карте. Вот такой вот общий вид у нас карты получился. Все-таки пока что с эмкой похожу, пока головы сыпятся вполне неплохо. Вино вдовы, естественно. Ну, знаете, на самом деле, искать вот эти плакаты с мигустой на доуме, это неплохо. Это отличная идея, потому что, допустим, иметь при себе 6 перков вместо 4, даже если вы просто четверть найдете, это уже отлично. Сколько стоит расчистить завал? 1250. Слушайте, так я, получается, почти всю карту открыл из-за того, что мне куча бонусов попадал. Вот пинок мула, а вот та самая локация, про которую я говорил. Там находится концовка, которая покупается за 25000 поинтов расчистить завал. И 25000, она, получается, стоит отдельно. Окей, ну, все-таки, считайте, полтинничек стоит концовка. И, получается, вроде оббегал всю карту, но до джигернаута я так и не добрался. Пойдемте в туннель спустимся. А как его купить? А, прикольно. Может, его купить только с этой стороны можно? Да, 1000 он стоит. Хорошо. Опять же, оружие на стене типа G36C. Угу. До свидания. Коктейль выносливости вижу. А, джигернаута не вижу. Сразу говорю еще, по поводу взаимодействия с объектами, по идее, этого здесь нету. То есть, я почитал описание к этой карте. Вот, кстати, один из верстаков, который, как я говорил, нужен для создания парочки предметов. А именно, на этой карте можно создать зомби-щит. До свидания. Сейчас мы подберем машину смерти. И вот, кстати, джигернаут. Вот, и даже питание не нужно здесь активировать. Уже все доступно. Так, забираем. Не понял, что это за деталь была, но ее, наверное, сюда. Нет. Ее, наверное, на второй какой-то верстак. А, ну, неважно. А в любом случае, из того, что здесь можно собрать, это только зомби-щит? Что? Клоу? А, я понял. Это из мультиплеера третьего Блэк-Опса. У какого-то специалиста в третьем Блэк-Опсе, да, было такое оружие. Ультимативка была такая. Ну, не суть. Зомби-щит собирается. И собирается такая штука, как, прямо сейчас прочитаю, Сликвайфер. Или Сликвифер. Не знаю, как правильно читается. Это, в общем-то, липкое чудо-оружие из карты Дайрайс, по идее, из Блэк-Опса 2-го. Если я точно правильно помню. Здесь, кстати, также написано, присутствует один новый босс. Его зовут Джагфус. То есть, джиггернаут, а фус, я не знаю, с чем можно это совместить. Так, это что? Удвоение очков. Эх, сейчас бы утроение очков получить за счет сбора мигуста этих. Ладно, покупаем Джаггерфанту. Кстати, наверх нельзя залезть здесь. Джаггерфанта перегородила весь путь. Плюсом ко всему, а вот и Джагфус, кстати. Здравствуйте, мистер. А, подожди, это Брутус, я понял. Брутус, да, обычный. И вот здесь находится еще один верстак. Фигеть, тут еще и самолеты летают на заднем фоне. А так вот, принцип здесь какой? Ой, судя по всему, ты должен взять абсолютно все детали к тому или иному объекту. Затем уже подойти к верстаку и собрать это все. Ой, здравствуйте. Мне снова выпал коготь. До свидания. А, слушай, я вспомнил, кажется, Серов ее звали. Да, по-моему, Серов. У нее эта хрень была. Можно квикревайв купить? Unita little revive. Все, спасибо большое. Ну, это тоже кликбейт, как бы. Ты, по идее, можешь залезть наверх, но тебя игра просто туда не пускает. Ах, да, и нужно оставить еще одного зомби. Я покажу вам очень классную штуку. Вот она здесь находится. Это называется трейдинг тейбл. Допустим, да, вот есть М16А4. Ну, не хочу я с ней играть. Давай, попробуем ее сюда поставить. И трейдинг тейбл, похоже, работает только в коопе. То есть, я так понимаю, смотри, твой друг кладет сюда оружие и, естественно, меняет твое на свое. А, ну, понятно. То есть, в синглплеере это оружие бесполезно. Или ты его просто оставляешь, допустим, как третье, да, выбиваешь новое из ящика, закончится патрон и подошел да забрал. Крафта Гард оф Фафнер. Ну, давай. Мне это, конечно, ни о чем не говорит. А, это зомби щит. Да, зомби щит получен. И снова нажмите неназначенно экшн слот 2, чтобы выбрать зомби щит. Он мне нужен только для спины. Еще, кстати, вспомнил про такую штуку. Кастомные перки Снейл Спейс и Сайрос Лайт Сода. Я их так и не нашел. Может быть, это все-таки замена вот этих вот штук. О, Мигуста, привет. 2 из 20 я нашел, между прочим, уже. Опа, Суплай Дроп, кстати, скинули. И что там? О, Май, Гад. Зомби Кэш. Офигеть. Ребят, это 10 из 10. В любом случае, там же находился коктейль выносливости в этом Суплай Дропе. Плюсом, там было вино Вдовы. Кстати, отличнейший перк для этой карты, я так понимаю. И еще куча всяких бонусов, типа зомби кэша и так далее. Зачем тогда искать Мигусту, если можно просто дождаться Суплай Дропа? Подожди, Пинок Мула? Да, я не могу его больше купить, обидно. Окей, третья деталь для Сликвифера. Я, кстати, нахожу их спонтанно. Вот каждый раз о чем-то речь заходит, и я неожиданно нахожу детальку. Вы это слышите, да? Доявится спаситель. Вот он, родимый, пролетает надо мной. Давай, скидывай Суплай Дроп. Ой, спасибо тебе большое, добрый человек. Что ты мне принес в этот раз? О, улучшайзер для АА-12. Максимум патронов и перк халявный. Это PHD-флоппер, я так понимаю, да? И у меня есть еще вибратор Омега. Отличное название для улучшенного АА-12. Слушайте, ну все. Теперь выживание пойдет точно по-другому. Максимум патронов даже выпал. Ах да. И, дамы и господа, конечно же, ссылку на зомби-карту я оставлю в описании к этому видео. Кстати, забыл еще сказать, что автор данной карты делал такую штуку, как... Octagonal, кажется, называется Octagonal Ascension карту. Типа самая сложная зомби-карта в Call of Duty. Делал на нее когда-то обзор. Так что, видна работа мастера, рука профессионала. Перевозка. Обожаю. Так, ладно. М16, я думаю, заменю. Она мне не особо-то пригодится. Забираем его. А, его надо скрафтить сначала. Подожди. Меня же не убьют, пока я его крафчу. Вот, сликвайфер готов. Да, это пушка из Дайрайса. Отличная штука. Только единственное, здесь нужно поводить немного хороводов для того, чтобы она эффективно работала. Но у меня же тут хоровод... А, он нормальный. Ладно. Беру свои слова назад. Нормальный хоровод. Ну-ка. И все. А, они, по идее, должны замедляться в этой жиже и получать урон постепенный. Да, это и происходит. Эээ, клево. 5 из 20 найдено. Да, е-мое, помирай-то там уже. Окей, каждые 5 фри-перк-дроп написано. Где этот фри-перк-дроп? Мне кажется, что от этого эстер-эга есть смысл, только если его выполняешь полностью, короче говоря. О, бомба вовремя выпала. Значит, теперь смотри, мы можем повернуть вот сюда. Здесь будет уже, да, финальная локация, финальная зона. Здесь, да, можно спуститься обратно в пещеру будет. Плюсом ко всему, концовка покупается где-то вот здесь. Сейчас, одну секундочку. Кажется, вот здесь вот где-то край карты. Да, вот она. И это все стоит 25 тысяч, да. Только единственная проблема, надо опять же найти хитбокс покупки этого всего дела. Поэтому, ну смотрите, осталось накопить только 25 кэсов и, в принципе, карта пройдена, формально говоря. Поэтому вернусь-ка я, пожалуй, обратно. Перк выпал. О, кстати, а вот, наверное, один из этих новых перков. Только что это, это Снейл Спейс или Сайрос Лайтсоуда, я не знаю. И плюс, кстати, что они дают, я вообще без понятия. В описании я этого не нашел. Какая-какая-то вьюга только что появилась в стране. Ладно, и здесь же выпал Суплай Дроп. Максимум патронов, сейл, плотник, халявный перк. А вот, наверное, этот Снейл Пейс. Снейл Спейс. Слушай, иконка у него до более знакомая. А, подожди, это же из Бюрид. Подожди, почему он назван как кастом? Ладно, неважно. Ну, подумаешь, из Бюрида. Перк. Знаете, что было бы? Отлично. Если бы благодаря этому перку я мог увидеть все расположение мигуст, вот этих самых на карте. Считалось бы это читерством по отношению к тому, что это истер-эк. Ну, я не знаю. Во всяком случае, я просто идею подкинул, почему бы и нет. На экране сейчас столько эффектов происходит, что, мне кажется, игра может крашнуться в любую секунду. Надо быстрее копить 25 тысяч поинтов и заканчивать с этим делом, верно? Мое мнение по поводу этой карты не изменилось с самого начала забега. Мне она понравилась. Обожаю работы теперь этого мододела. Правда, у него в основном присутствуют гангеймы в разных частях Call of Duty. Нужно будет на них, кстати, тоже обязательно посмотреть, на эти кастомные карты, я так понимаю, да? И всецело, что Octagonal Ascension, что вот эта карта, выглядит просто превосходно. Предлагаю идти на финишную прямую, хотя единственная проблема, это хитбокс, как вы помните, да? Я уже вам его показывал. Если неудачно встать, можно, в принципе, и умереть здесь. Кстати, смотри, а вот туда можно пройти? Там что вообще находится? А-а-а-а! Смотри-ка! Это у нас, так скажем, подарочек от разработчика мода. Смотри-ка! То есть здесь мы, получается, можем с вами взять все, что нашей душеньке угодно. Любые оружия... В общем, слушайте, это рай для любого человека, который решил поиграть в зомби. Любое оружие, ПК-панч, при том оно стоит 2 500. Не знаю, успели ли вы посмотреть на это, но да ладно. И, в общем-то, да, такие дела. Опять там вьюга какая-то выпала. Спасибо, не нужно. Все, давайте, забираем себе концовочку. И гейм-овер. Раундов пережито 19, 557 убитых, из них 160 хедшотов и ни одного падения. Ну, блин, карта оказалась слишком легкой, конечно, для выживания. Ну да ладно. Что ж, жду ваше мнение в комментариях по поводу данной модификации. Узнаю, что вы о ней думаете. Нет, честно, мне реально понравилось побольше таких карт, на самом деле. Ну что ж, а на этом тогда видеоролик подходит к своему завершению. Надеюсь, он вам понравился. Не забудьте оценить его лайком и, конечно же, подписаться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте с хорошими модами. Услышимся, увидимся. Всем пока.